В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Жители 6 микрорайона обсудили, каким хотят видеть лес возле улизы Ольховой после благоустройства. Хотел бы видеть современный благоустроенный лес. В администрации муниципалитета прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В текущем году в Московской области может быть подтоплено более 150 населенных пунктов. Воспитанники дошкольного отделения Лопатинской школы стали лауреатами экологического конкурса «Эко-Подмосковье». Лето ждать уже недолго. Прилетает скорее пчелка. Эмис каждого цветка килограмма два метка. В прошлом году лес возле улицы Ольховой вошел в губернаторскую программу по формированию комфортной городской среды леса Подмосковья. Благодаря чему появилась возможность привести территорию в порядок. Благоустроить с учетом мнения жителей. Для этого на днях в девятой школе состоялась открытая встреча, где каждый видновчанец мог высказать свои пожелания относительно судьбы зеленой зоны. Подробности в репортаже Юлии Пагасьян. Лес между улицей Ольховой и Белокаменным шоссе – излюбленное место отдыха видновчан. Одно из немногих, сохранившее свою самобытность. В последние годы пользуются еще большей популярностью у жителей новых микрорайонов. Этот лес – собственность Российской Федерации. А в прошлом году территорию передали в пользование видновских парков. Лесопарк был включен в программу формирования комфортной городской среды по губернаторской программе «Леса Подмосковья». В этом году нам данная территория была передана в постоянное бессрочное пользование. После чего мы сейчас наняли организацию социологов, которые должны произвести соучастное проектирование. С жителями выслушать их мнения, подготовить все нам бумажные виды. Вот все, что скажут жители, они нам передадут. Для этого всех неравнодушных к судьбе леса людей пригласили на открытую встречу в видновскую школу номер 9. Поделившись на группы по интересам, жители составили списки необходимого благоустройства. Кому-то нужна инфраструктура для спорта, другим – для спокойных променадов. Некоторые желают видеть здесь удобство для прогулок с собаками. Материалы будут переданы архитекторам, которые на основании законов о лесах сформируют общую концепцию. Мы хотим, чтобы наш лес оставили лесом. Мы хотим, чтобы провели санитарную чистку леса, высадили новые деревья, максимально экологично обустроили территорию, без каких-либо стекла, бетона и прочее. Никаких строений, чтобы не было. Очистили ручей. Ну и все. Концепция будет реализовываться в зависимости от суммы субсидирования областью. На начальном этапе жители увидят асфортированные дорожки и освещение. Хотел бы видеть современный, благоустроенный лес. С максимально сохраненной зеленью, деревьями и тому подобное. Но сделаны интересными и, как сейчас модно говорит, креативными архитекторами. С тем, чтобы нам там было удобно и приятно гулять. И чтобы мы там не только дышали светлым воздухом, а могли любоваться красотами и добрым словом вспоминать тех, кто затеял все это дело. Помимо предстоящего благоустройства, возьмутся, наконец, из-за чистоту территории. Уборкой леса на регулярной основе будут заниматься видновские парки. У нас в парке компания выигрывает конкурс на обслуживание всех территорий. И задача убирать мусор, чтобы была чистота. Если есть повальные деревья, там убрать их, опиловку производить. Это все будет отвечать за это мы. По мнению экспертов, скорее всего, изменения жители увидят весной 2023 года. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. В администрации Ленинского городского округа прошло ежегодное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципалитета. На повестке всего два вопроса. Подготовка к противопаводковым мероприятиям и организация систем оповещения населения. Зима в этом году выдалась очень снежной. Да еще и синоптики предсказывают нам раннюю и довольно теплую весну. Поэтому экстренные службы уже начали подготовку к возможным паводкам. Весеннее половодие называют одним из самых тяжелых видов чрезвычайных ситуаций. В России ежегодно происходит от 40 до 70 крупных наводнений. По данным Росгидрометра, этим стихийным бедствием подвержены около 500 тысяч квадратных километров. В текущем году в Московской области может быть подтоплено более 150 населенных пунктов. Из-за большой снеговой нагрузки в этом году проведения противопаводковых мероприятий необходимо уделить особое внимание. В подготовке к возможным весенним паводкам и организации систем оповещения населения было посвящено очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципалитета. В Ленинском городском округе могут быть подтоплены отдельные территории населенных пунктов и садоводческих объединений. Микорайон Солнечный остров, деревня Месалово, в котором в прошлом году мы отрабатывали. Коттеджный поселок Коробово, деревня Ближние прудищи. В зоне риска также коттеджный поселок Факел-2, СНТ-химик у горках Ленинских, СНТ-ветеран в городе Видное, промзона, деревня Опаренки и деревня Мамонова. Начальники территориальных отделов рассказали, какие именно локации на подведомственных им территориях следует включить в противопаводковый мониторинг. ЖК «Видный город» вызывает опасения. Мониторила ситуацию осенью и сейчас наблюдаю, что будет подтопление Расторговского шоссе. Складирование снега со своих территорий Дом РФ осуществлял на земельный участок, который граничит с этим СНТ. Угроза подтопления очень большая. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодием, в ближайшее время будет составлена карта с указанием всех точек, находящихся в зоне риска. Организован круглосуточный мониторинг за опаводковой обстановкой. Проведено обследование и санитарная очистка водных объектов, ливневых стоков и канализации, проверка гидротехнических сооружений. Мы говорим, что из этих 22 плотин есть проблемные и они находятся в частной собственности. Мы должны не только предупредить письмом или еще что-то, а обязать собственника в данном случае исполнить необходимые мероприятия. Такие же, которые сегодня делают наши коллеги. Кроме того, будет продолжен проект по организации муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения жителей. В этом году планируется установить 11 серийно-речевых устройств, что позволит охватить до 98% населения. Екатерина Борисова, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видно этого. Воспитанники дошкольного отделения Лопатинской школы стали лауреатами экологического конкурса «Эко-Подмосковье». Основная цель его – просвещение подрастающего поколения по вопросам охраны и защиты окружающей среды. На торжественном награждении победителей побывала наша съемочная группа. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Конкурс детских экологических проектов проходит в Московской области ежегодно. В 2021-м его лауреатами стали воспитанники дошкольного отделения Лопатинской школы. На суд-жюри они представили эко-плакат под названием «Берегите пчел», где подробно рассказали, почему необходимо бережно относиться к этим насекомым. Это коллективная работа детей старшей группы. Мы с Еленой Евгеньевной, это воспитатель и я, мы заинтересовались этой проблемой исчезновения пчел, донесли ее до детей и пытались их заинтересовать и вовлечь в эту проблему и отразили это в эко-плакате. Пчелы, которые собирают мед, еще помогают природе, чтобы планета не загрязнялась. Надо пчел всех беречь и уважать. Не топтать цветы, не ломать деревья. Как рассказала директор Лопатинской школы Инга Фархатова, учащиеся образовательного учреждения уже не первый раз побеждают в этом конкурсе. В прошлом году победительницей этого конкурса стала наша ученица 10 класса Гончарова Юлиана, а в этом году победителями стали наши самые маленькие ученики, будущие, пока еще воспитанники дошкольного отделения. И мы очень гордимся этим, потому что забота об экологическом состоянии нашего родного края – это очень важная тема, и мне кажется, погружать в нее детей надо с самого раннего возраста. В честь победы воспитатели дошкольного учреждения организовали торжественное мероприятие. Для гостей праздника малыши показали свой проект и еще раз напомнили о важной роли пчел в жизни планеты. Так устроена природа, нет пчел в природе меда, без цветочков нету пчел. Лето ждать уже недолго, прилетает скорее пчелка, и не с каждого цветка килограмма два метка. Думаю, что вот пятилетние, шестилетние дети, они сегодня уже благодаря своим педагогам знают, что нужно делать для того, чтобы в будущем была чистая экология, чистая вода, зеленый лес, чтобы цвели цветы. В заключении мероприятия ребятам вручили призы и сладкие подарки. Участвуя в таких экологических конкурсах, дети понимают, насколько важно бережно относиться к природе. Иначе со временем многие растения и животные могут остаться только на фотографиях и рисунках. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. За 2021 год в Ленинском городском округе появилось на свет более 6 тысяч детей. Сотрудники ЗАГС прямо в перинатальном центре зарегистрировали новых жителей и вручили свидетельство о рождении родителям малышей. Какие имена в числе фаворитов нашему корреспонденту Галине Житковой рассказала начальник Ленинского управления ЗАГС Ольга Калинина. Жителей Ленинского городского округа с каждым годом становится все больше. И дело не только в новоселах быстро растущих жилых кварталов. Статистика увеличивается благодаря очередному буму рождаемости. Мы заметили тенденцию часто встречающихся так называемых сказочных имен Русланов, Людмил, Елисеев, Марии у нас были, Варвары, Василисы. В ноябре 2021 года у нас прошла регистрация ребеночка Добрини Никитич. Популярными именами остаются Александр, Анастасия, Марк. Все чаще встречаются девочки с именами Павла, а мальчиков стало популярным называть Гордея или Фрол. Специалисты органа ЗАГС прямо в палате перинатального центра выдают свидетельство о рождении нового жителя округа. Получили имена, популярность именно имена, которые уже давным-давно ушли в прошлое. Мы их встречаем в своем архиве в 30-х, 40-х годах. Начальник Ленинского управления ЗАГС Ольга Калинина также отметила, что за два прошедших года отмечается бум регистрации браков. За 2021-й более тысячи пар влюбленных стали молодоженами. Многие отказываются от свадебных красивых пышных платьев, молодые люди от строгих костюмов. Приходят некоторые пары регистрировать брак в джинсах, в футболках с красивыми изображениями на майках женихов и невест. Гости их очень поддерживают в этом, то есть соблюдают тематику. Приближается красивая свадебная дата – 22 февраля 2022 года. Многие молодожены подали заявку еще в прошлом году. ЗАГС распахнет свои двери для всех желающих расписаться. Главное, чтобы паспорта и кольца не забывали. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В одной из видновских семей на днях пришло горе. Дети остались без мамы. Молодая 35-летняя женщина была на шестом месяце беременности. Малышку удалось спасти, но новорожденная нуждается в дальнейшей реабилитации. Папа остался с двумя сыновьями 8 и 5 лет и недоношенной девочкой на руках. Оказать финансовую поддержку семье можно по реквизитам, которые вы видите на своих экранах. Патриотический фестиваль «Песни, рожденные сердцем» – традиционное мероприятие, ежегодно проводимое в Ленинском городском округе. Сначала проходят отборочные этапы, после чего лучшие артисты выступают на финальном концерте. На мероприятие побывал Дмитрий Книга. Во Дворце культуры города Видное состоялся финал фестиваля «Песни, рожденные сердцем». На концерте выступили 29 участников, среди которых как сольные исполнители, так и творческие коллективы муниципалитета. Каждый год мы стараемся участвовать, потому что это районное, областное мероприятие, где можно показать себя, на других посмотреть. Ну и посмотреть, насколько мы выросли за этот год. Фестиваль проводился уже в 22-й раз и направлен на развитие патриотического воспитания населения, а в 2022-м посвящен Году культурного наследия народов России. Патриотизм – это понятие такое очень долгое, растяжимое, и люди должны понимать, люди должны видеть на примере, и воспитывает молодежь как раз в этом ключе. Людмила Бойко не только сама выступила на сцене в этот день, но и подготовила номера для своих учеников. Один из них – Самвел Артинян. Во время исполнения патриотических песен он испытывает особые эмоции. Очень красивая музыка, очень красивые достойные слова и патриотическая песня. И в этой песне все раскрывается и все понимается. Те, кто принимал участие в фестивале два десятилетия назад, сейчас уже приводят сюда своих детей. Тема любви к родине будет актуальна всегда. А песни, написанные талантливыми авторами, найдут своего благодарного слушателя. Мы должны любить свои традиции, ценить их и, конечно же, передавать их будущему поколению. Поэтому я думаю, что фестиваль будет с каждым годом становиться все популярнее и популярнее. По окончании концерта артисты вышли на сцену для награждения и фотографии на память. И мне хотелось бы сегодня от имени администрации Ленинского городского округа, от имени Управления по делам молодежи, культуре и спорту сказать слова огромной-огромной благодарности всем организаторам данного мероприятия, всем гостям и участникам сегодняшнего праздника. Все участники фестиваля получили памятные дипломы и аплодисменты зрительного зала. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. У кого блины вкуснее? В Ленинском городском округе впервые пройдет фестиваль «Конкурс блинов «Ладушки о ладушке». Он состоится 6 марта в кинотеатре «Искра» в Видном. Принять участие может любой желающий. Для этого необходимо испечь не менее 10 блинов. Можно с начинкой, либо приготовить изделия из блинов. Заявку на участие необходимо прислать на электронную почту, которую вы видите на своих экранах с пометкой «Фестиваль блинов до 1 марта». Контактные телефоны для справок 8-495-107-51-13 и 8-495-107-51-16. Ждем вас креативные, умелые и творческие. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин